Приветствую всех, с вами Олег Саламаха. С 21 по 30 ноября в Соединенных Штатах Америки в штате Миссури проходит ежегодный супер турнир под названием Кубок Синкфилда, который включает в себя 10 гроссмейстеров. Давайте посмотрим, кто у нас играет в этом году. Итак, играет у нас Ян Непомнящий, Али Роза Феруджа, Фабиана Круана, Ани Шгири, Ливон Аронян, Уэсли Со, Максим Вашьевограф, Рихард Раппорт и Леньер Домингес. Турнир исключительно хороший, играют все супер гроссмейстеры, поэтому будем интересно за ним наблюдать. Ставим лайк до начала обзора, это позволит видео продвигаться в рекомендациях, и давайте посмотрим, как закончились партии сегодняшнего тура. Внимание на экран. На экране сейчас вы видите всю самую необходимую информацию о турнире. После того, как Дуда выбыл из турнира по состоянию здоровья, у нас теперь 9 игроков играют по кругу, временной контроль вы видите на ваших экранах, также турнирное расписание и распределение денежных призов по местам. Смотрите, ознакомливайтесь. В четвертом туре играет Аниш Гири против Максим Вашьевографа, Ян Непомнящий против Фабиана Круаны, Уэс Люсо против Рихарда Раппорта, Али Розафи Руджи против Леньера Домингеса, Ливон Аронян отдыхает. Белыми играл Аниш Гири, черными играл Максим Вашьевограф. В этой партии у нас был разыгран принятый ферзевый гамбит с перестановкой ходов, классическая система, черные провели ход С5 с контрударом по центру, белые пока играют водя Е1, слон Е7, ДЦ, ну и после слон бьет С5, ферзь Д8, король Д8, черных ничуть не смущает потерей рокировки, потому что сильнейшие фигуры ушли с доски, и атаки белые здесь создать никакой не могут. Конь С3, король Е7, Е4, Б5, а близость короля к центру, если фигуры будут быстро уходить с доски, даже будет играть на руку черным, поскольку их король ближе к центру. Е5, конь Ж4, конь Е4, белые защищают пешку на поле Ф2, слон Б4, напали черные на ладью на поле Е1, как мы видим, висит сейчас слон на поле С4, то есть белые напали еще и на слона на поле С5, и защитили пункт на поле Ф2. Слон Ж5, шах, Ф6, ЕФ, ЖФ, и вот в этой позиции Аниш Гири нашел просто какой-то умопомрачительно сильный ход, слон Д5. Слон подставляется под бой пешки, но при этом нападает на ладью, и Максим Вашьевограф испугался, сыграв ладья А7. Если, например, здесь забрать этого слона, то последует конь, бьет Ф6, шах, с ударом, скрытым на ладью, но ведь ладью можно забрать, ведь ладья находится под боем слона. Слон Е1, ладья Е1, король Ф7, и после конь бьет Ж4, выясняется, что сейчас, если черные, например, забирают на поле Ж4, то белые объявляют вилку на короля и на слона, и получается так, что здесь в вариантах все-таки черные держатся, у них здесь получается лишнее качество, но король достаточно слабенький, но, впрочем, ничья всегда здесь в запасе у черных имеется. После конь бьет Ж4, если черные играют на победу, они должны играть конь С6, но и здесь белые играют конь Е5, заставляя поменяться конями, и получается после слона Е3 позиция без качества у белых, но с хорошей компенсацией. У них пока пешка и мощный доминирующий конь на поле Е5, слон пойдет на поле Д4, пешка на поле Ф4 подкрепит этого коня, ладья будет бушевать по третьему ряду, в общем, было все это очень неприятно, и Максим Вашелограф поверил своему сопернику, после слона Д5 он просто увел ладью на поле А7. Теперь висит слон и висит ладья. Как продолжать атаку? Анижгири играет слон Д2, контратакуя слона на поле Б4. Слон Д2, конь Д2, и выясняется, что пока черные не могут забрать слона, так как пешка на поле Е6 связана. Ладья С7, H3, белые прогоняют коня, и после коня H6 наносят удар, слон бьет Е6. После слона Е6, конь Д4, нападают белые на поле Е6, на слона, и выясняется, что ладья С6 пока не могут сыграть черные, потому что поле С6 взято под контроль. С другой стороны, а что делать? Фигуру просто так отдавать не хочется, так как у белых будет лишняя пешка без всякой компенсации, поэтому Максим Вашелограф все-таки играет ладья С6. После конь С6, конь С6, получается позиция, где у черных две фигуры за ладью, ладья С1, ладья С8, Ф4, и конь Ф5, играют черные. После ладья С5, белые нападают на коня, позиция довольно острая начинается, конь Д4, черные все защищают, ладья Аш5, король Ф7, уходя из-под связки, но приходится отдать еще пешку. Анижгири забирают пешку на Аш7, король Ж6, ладья Б7. Сейчас мы с вами видим, что у белых уже две пешки и ладья за две легких фигуры. Конь Д8, ладья Б6, нападая еще и на пешку на А6, но черные устремляются в контратаку, играя ладья С2, нападая на коня и на пешку. Конь Е4, конь С6, и вот в этой позиции, ходом ладья бьет А6, Анижгири ошибается, и после этого преимущество стойко переходит к черным в анализе. Ну, если бы черные так сыграли. Вместо хода ладья бьет А6, здесь ладья Е3 был какой-то совершенно умопомрачительный ход, ведущий к ничьей. И смотрите, я вам показываю опять же очень интересные варианты. Если сейчас сыграть король Ф5, ход, который приведет к выигрышу черных в другом варианте, который я вам вскоре покажу, то здесь после конь Д6 шах, король бьет Ф4, ладья Е4 шах, король Ж5, и ладья бьет С6, белые отыгрывают фигуру и получают просто примерно равную позицию. Так как если сейчас черные заберут ладью на С6, то потеряется слон на Е6, а если заберут ладьей, то потеряется конь на поле Д4. У белых будет лишняя пешка, но за счет активности черных фигур они вне опасности. Ничего они здесь в любом случае должны сделать. После ладья Е3 поиграем в жадность. Ладья бьет Б2. Тогда конь Д6, опять грозит ход Ф5 с разными перегрузками. Слон бьет А2. Черные играют в полнейшую жадность. Ладья Ж3, король А6, ладья Ж4, еще один тихий ход. После слон Д5, черные нападают на пешку на поле Ж2, привязывая ладью к ее защите. Вот-вот пойдет вперед пешка А, но шах, король Ж7, шах, король Ж8, шах, король Ф8, и ладья Ж6. У белых очень активные фигуры, и выясняется, что после Ф5, пешку надо убирать из-под удара, ладья Ф6, конь с поля Д6, держит поле Е8 под контролем, король Ж8, ладья Ж6, белые делают ничью вечным шахом. Нельзя уходить, например, на поле Х8, это проигрывает по причине конь Е8, и дальше просто будет сразу же мат грозить, там шах, шах и мат, и с другой стороны приходится уходить только на поле Ф8. Тогда шах, ну и получается ничья вечным шахом. Вот такой вот интереснейший вариант я вам показал. Но после конь С6 ошибается, а ничь гири играет, ладья бьет А6, и тут снова мяч оказывается на стороне Максима Вашьеваграфа. Он выходит один на один, можно так сказать, с вратарем, говоря футбольными терминами. Голевой момент наступил, но Максим Вашьеваграф пропускает эту возможность, забирая пешку на Б2. Слон Д5 приводил, как выясняется в анализе черных, к победе. Напали на коня, хотим его просто взять, и после этого сожрать все пешки у черных, вернее у белых. Плюс еще грозит ход Ф5, мы давим на пешку на поле Ж2, и тут уже ход ладья Е3 не выручает белых, так как черные играют король Ф5, и нету после хода конь Д6, король бьет Ф4, шаха на поле Е4, того самого ресурса, который выручал белых в других вариантах. А так получается, что у белых здесь просто позиция бедовая, пешка на Ф4 теряется, пешка на Ж2 висит, все пешки на обжорном ряду на втором висят, и здесь белые терпят катастрофу. Но вместо всего этого давайте вернемся, ладья бьет А6, ошибается Гири, но и Максим Вашьеваграф ошибается, забирая пешку на поле Б2. Следует ход Ф5 от Аниши Гири. Теперь это двойной удар и отвлечение. Конем бить нельзя, потеряется конь на С6, поэтому приходится бить слоном, но тогда конь Д6, белые снова подкручивают позицию по максимуму, слон бьет А3, не выдерживает Максим Вашьеваграф, можно было здесь еще пытаться как-то бороться, хотя, как выясняется в анализе, инициативы белых везде достаточно для ничьей. Сейчас, например, грозит ладья Ф1, опять же, с тотальным, с тотальным таким вот, можно сказать, давлением. Ну и Максим Вашьеваграф предпочитает просто заничейца в данной позиции, он бьет на поле А3, после ЖАш конь Ф3 шах, он объявляет вилку на короля и на ладью, нельзя уходить на поле А1 из-за мата ладья А2, а после короля Ф1, черные, конечно же, не забирают ладью на поле Е1, а просто объявляют вечный шах. И вот так вот эта острая партия завершилась в ничью на 38-м ходу. Идем дальше. Белыми играл Ян Непомнящий, черными играл Фабиана Круана. По идее, это должна была быть очень интересная партия, и на самом деле начиналась она достаточно ярко. Разыграна была защита Немцовича, система Рубинштейна, получилась позиция с изолятором на поле Д4 у белых, но после КЦ3 теперь белые играют БЦ, и вместо изолятора у них образовались висячие пешки на вертикалях Ц и Д. Слон С6, черные надежно контролируют центр, ладья Е1 и КД7, и Фабиана Круана начинает упрощать игру. Здесь Непомнящий подкручивает позицию, берет пешку на поле Ф7 и переводит игру в окончание, где у него ладья и пешки за две легких фигуры у черных. После слон Б4, слон Ф8, Д5, пешки белых пошли, но черные все держат. После ладья Ц1, ферзь Ф4, слон Ф8, король Ф8, Ц5. Преимущество висячих пешек в том, что они идут вперед и отнимают много полей, но конь Ж4, черные устремляются в контратаку, висит пешка на А2 и на Ф2, приходится играть ферзь Ж3, другого хода защитить обе слабости у белых нет, а с разменом ферзей уходит вся напряженность. И дальше черные играют конь Ф6, ладья Е5, белые защищают пешку, после А6, Ф3, слон Б5, Ж4, конь Д7, играют черные, нападая на ладью и на пешку, ладья Е5, король Ж8, теперь висит пешка, поэтому приходится ее двигать вперед, ну и дальше просто все это привело к тотальному упрощению, переходу в ладейное окончание, которое, как известно, не выигрывается, и дальше шахматисты еще немножечко подвигали, ну так, чисто для приличия. Понятно, что 2 на 1 на одном фланге не выигрывается ни при каких раскладах, и в результате вскоре шахматисты согласились на ничью. Сделав 64 хода, вот такое вот шахматное число ходов, подписали бланки и разошлись миром. Идем дальше. Белыми играл Уэсли Со, черными играл Рихард Раппорт. Пожалуй, самая загадочная партия всего супертурнира Кубка Синкфилда. В данной партии румынский гроссмейстер черными разыграл стран-индийскую защиту, белые применили систему Земиша с ходом Ф3, и начинают накатывать пешки на ферзевом фланге, стесняя черных по максимуму. Позиция получилась с закрытым центром, но черные ходом С5 все-таки заставляют белых немножечко центр разгрузить. У белых, как мы видим, везде есть перевес в пространстве, Б5 отвечают черные, после Конь Б2, Конь С4, Конь С4, Е5, Конь Б3, БЦ, Слон С4, белые нападают на пешку на поле А6, и тут Рихард Раппорт принимает очень отчаянное решение. Он жертвует качество на поле С4, хотя в этом не было абсолютно никакой необходимости. Можно было просто сыграть Слон Б5. И после этого просто все быстро упрощалось. На рокировке играем Ферзь А8, затем Ладья идет на поле С8, и позиция абсолютно равна. После Слон С4 дух Таля с Алиэкспресс вселился в Рихарда Раппорта, по-другому и не скажешь, потому что выясняется, что за пожертвованные качества у черных нет ничегошеньки за душой, они еще ходом Д5 жертвуют еще пешку, затем после Ферзь А4, Шах, Ж3, Ферзь Ф6, Король Ф2 лишают белого края рокировки, но ему и здесь хорошо. После Ладья Д8, Ферзь Б7, Ладья Д3, Ферзь Б6, белые нападают на размен Ферзей. Выясняется, что Ферзю особо-то и уходить некуда из-под размена, потому что белые еще грозят и ходом Конь С5, а также и ходом Ладья С8, Шах. А после Ферзь Б6, Слон Б6, белые остались просто со здоровым лишним качеством. После Конь Ж5 черные нападают на пешку на Ф3, но белые играют Х4, жертвуя эту пешку. И после Ладья бьет Ф3, Король Ж2, выясняется, что висит Ладья, висит Конь. Конь, если уйдет, то потеряется Ладья. Пришлось еще жертвовать качество. Ну и после АБ Конь Е4 остались просто черные у разбитого корыта, без двух качеств. И, естественно, здесь, в данной позиции, белые очень легко победили. Повторив пару раз позицию, Уэсли Сой играет Ладья Е3, защищая пешку на поле Б3. И в этой безнадежной для себя позиции на 37-м ходу Рихард Раппорт признал свое поражение. Что это было, абсолютно непонятно. Такое ощущение, что Рихард Раппорт играл в шахматные поддавки. Это было настоящее шахматное характере. По-другому просто и не скажешь. В общем, Уэсли Сой получил практически очко на халяву, и он становится пока лидером этого супер-турнира. Идем дальше. Белыми играл Али Рыза Ферруджа, черными играл Линьер Домингес. В этой партии у нас был разыгран дебют ферзевых пешек, или лондонская система. После коня H5 слон Е3, слон Д6, черные захватывают поле Ф4, слон Б5, конь Ф4 и немедленно нападают на пешку на поле Ж2. Заставляя белых рокировать, и затем черные отводят коня на поле Ж6. После слон Д3, рокировка, черные также заканчивают развитие. Белые играют конь Ж5, после А6, конь Ф3, белые вызвали как бы ослабление у черных. Конь Е7, ладья Е1, слон Д7, конь Ф1, ладья Ц8, А4, после Ф6, черные укрепляют центр, ферз Б3, напали белые на пешку на поле Б7, слон С6, черные пока все держат, все защищают. Слон Д2, ферз Д7, защищая пешку на Е6, и А4 играет Алира Зафи Руджа, пытаясь все-таки как-то расшатать королевский фланг. Ладья Е8, А5, конь Ф4, слон Ф4, слон Ф4, белые отдали преимущество двух слонов черным, слон Б1, но при этом белые хотят сыграть ферз С2, и вторгнуться в лагерь черных по белым полям. Слон С7, ферз С2, король Ф7, играют здесь черные, поскольку поле Ж6 белым недоступно, конь Ж3, ладья Ж8, Б3, Ж6, и после конь Х4, Ф5, черным сразу с наскока не удается добраться, вернее, белым сразу с наскока не удается добраться до черной крепости. Конь Ф3, Ж, черные забирают материал, после конь Х5, ладья Ж4, все держат, ферз Д2, белые нападают на пешку на поле А6, позиция очень острая, но черные играют ладья Ж8, контратакуя пешку на поле Ж2. Али Розафи Руджа забирает пешку на поле А6, отдавая пешку на Ж2, после короля Ф1, ладья Ж6, черные нападают на ферзя, шах, король Ф8, ну и вот в этой позиции Али Розафи Руджа ошибается ходом слон Д3. Здесь, конечно же, ход конь Х4 был сильнейший за белых, опять же, белые нападают на ладью, после ладья Ж1, король Е2, ладья Е1, король Е1, ладья Ж1, король Д2, возможно, что-то здесь не понравилось французскому гроссмейстеру, то, что слон на поле Б1 оказывается как бы связан, потому что он никуда войти в игру не может, так как висит ладья на поле А1, конь Ж8, черные защищают пункты вторжения, там Ф6, А6, белые играют конь Ж6 шаг, заставляя черных пожертвовать просто качество, ну то есть забрать на поле Ж6. После ферзи Ж6 приглядимся к этой позиции, черные без качества, и здесь они держатся единственными ходами, потому что белые сейчас готовят страшный силу удар, слон бьет Ф5 и ладья Ж1. Ферзь Е7, единственный ход, слон бьет Ф5, прилетает такая вот жертва, и теперь черным приходится играть слон Е8, только этот ход позволяет им бороться на равных. Если забрать слона Камикадзе, то выясняется, что после ладья Ж1 черные проигрывают. Конь висит, как его защищать, единственный ход ферзь Ф7, но тогда белые просто меняются, и объявляют шаг на поле Ж7, отыгрывая слона на поле С7, в результате чего белые остаются с лишним качеством и абсолютно выигранной позицией. После слон бьет Ф5, слон Е8, тогда белые забирают на Е6, черные забирают на Аш5, ну и дальше после ферзь С8, ферзь Д8. Опять же, бить на поле Б7 плохо, так как черные будут здесь терроризировать белого короля, поэтому приходится меняться. Ну и после слон Е6, конь Ф6, черные защищают слабую пешку на поле, Д5, и приглянемся к этой позиции. Позиция-то получается с нарушенным материальным равновесием, на самом деле. У белых ладья и две пешки за две легких фигуры у черных. Победит тот, кто лучше играет в шахматы. Давайте вернемся, после короля Ф8, слон Д3 играет Алира за Феруджа, теперь Линьер Доминде сыграет конь С8, и отражает атаку белых, так как вынуждается размен ферзей. А после этого позиция становится уже совершенно сухонькой. После король Е2, конь Е7, ладья Аш1, ладья Аш6, разменялись пара тяжелых фигур. После Ф4, конь Ж6, ладья Ф1, ладья Аш4, черные прицепились к пешке на поле Ф4, которая является явной слабостью. Ну и дальше шахматисты начали просто повторять ходы, и согласились на ничью на 47-м ходу. Мы посмотрели с вами все партии 4-го тура, и за очень странной партии, где черными Рихард Раппорт буквально подарил победу Уэсли Со, у нас определился единоличный пока фаворит. Это американский гроссмейстер Уэсли Со, ну а все остальные находятся от него буквально в шаге. На экране сейчас вы видите таблицу с результатами участников после 4-го тура, смотрите, ознакомливайтесь. Друзья, если обзор вам понравился, то поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал, и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные обзоры супер турниров на моем канале. Для вас же работал и комментировал Олег Саламаха. По конечным заставкам, которые возникнут вскоре на ваших экранах, слева вы сможете увидеть обзор предыдущего тура супер турнира, который вы сейчас смотрите, а справа будет обзор следующего тура. Таким образом, навигация сделана для вашего удобства, чтобы вы ничего не пропустили и посмотрели весь турнир целиком, находясь на моем канале. Надеюсь, что вы это оцените. Играйте в шахматы, любите шахматы, и увидимся с вами на обзоре следующего тура или же следующего супер турнира. Счастливо!